Легких денег не бывает. Эту истину должен усвоить каждый, а иначе придет время предстать перед судом. Как это и произошло накануне в колледже транспорта и сервиса, где прошло выездное заседание суда по делу 19-летнего Дмитрия Анташка. Обвиняемый признался в том, что списал деньги с карты своего друга, чтобы поиграть в онлайн-казино. О том, как у него оказались все реквизиты карточки, потерпевшего юноша рассказал суду. Мне часто везло, я предложил ему свою помощь, помощь, выиграть денег. И он вам реквизиты предоставил банковские карточки, так? И вы вместе играли. И реквизиты у вас сохранились в приложении. В каком приложении? В этом. Не удаляли ничего, потерпевший не просил вас, или не разрешал пользоваться, или может разрешил в дальнейшем пользоваться. Не разрешал. В ходе судебного разбирательства стало понятно, что обвиняемый без разрешения использовал банковскую карту своего товарища и потратил сумму порядка 100 белорусских рублей на онлайн-казино. Не имея своих средств, Дмитрий решил воспользоваться картой своего друга. Сначала закинул в приложение 10 рублей. Не повезло. После закинул сумму на 30 рублей. Снова провал. Как итог, ни денег, ни друга и судебный иск в придачу. Объясняет вам ваше право давать показания по поводу предъявленного обвинения и обращает ваше внимание на то, что все сказанное вами может быть обращено против вас. Понятно данный право? Да. Показательное выездное судебное заседание, проведенное на базе колледжа, один из способов напомнить студентам, что любые противоправные действия караются законом. Суд приговорил Анташка Дмитрия Ивановича признать виновным в хищении имущества путем модификации компьютерной информации, то есть совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, на основании которой назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин на сумму 1110 рублей. Меру прещения Анташку Дмитрию Ивановичу до вступления приговора в законную силу оставить прежний в виде подписки о невыезде на ближайшем поведении. Этот инцидент – очередной сигнал обществу о нарастающей проблеме приверженности азартным играм молодежи. Необходима совместная работа родителей, образовательных учреждений и правоохранительных органов, чтобы предотвратить подобные случаи и защитить молодое поколение от разрушительных последствий азартных игр. К сожалению, на информационном интернет-пространстве существует ряд предложений, в том числе предложения, которые граничат с нарушением закона, либо всячески его нарушают, где предлагаются легкие деньги, заработок, не прикладывая каких-либо усилий. Многие граждане, в особенности молодого возраста, учащиеся в учебных заведениях, полагая, что тем самым могут заработать денежные средства, используют свои деньги, в том числе деньги родителям, перевод на счета. Ну и в подавляющем большинстве в дальнейшем обращаются в милицию о том, что произошло списание большой суммы денег. Конечно же, о каких-то выгрыжах не идет речь. Речь идет только о причиненном ущербе.